добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня у нас гостях леонид здравствуйте ну и конечно хочу вам напомнить о том что у нас становится более разнообразная тематика мы сначала работали только с тканью и только с женщинами потом у нас появился михаил черни мы стали у нас плотно вошла мужская тема нам очень приятно потом наша олечка стала поднимать детскую тему и наконец мы подошли к меховой теме да эти теперь мы будем делать мех и кожу соответственно чтобы украсить всю вашу красоту которая есть потому что то что ваша ткань на нее можно положить и мех и украсить и накинуть то есть это придаст очень интересно то есть красота которая дополняется мехом мы ее сделаем вот мы хотим быть красивее и конечно леонид нам в этом будет помогать потому что но это наша основная цель для чего существует канал модной практике для того чтобы женщина была красивее интереснее для того чтобы каждая из нас, а нас 560 тысяч подписчиков, чтобы каждая из нас была красивее. Вот для этого мы существуем. Чтобы выбрала то, что она хотела. Украсить себя, понимаете? Вот дополнить ту красоту, которую вот не хватает. А мех это дает возможность дополнить. Я всегда говорю так, что канал как будто существует для женщин, да, но я всегда говорю так. Когда женщине хорошо, то и мужчине лучше в доме находиться, да? Конечно. И он довольный. И он доволен, потому что женщина... Вот так же наш канал и для тех, и для других. Конечно. Да, поэтому сейчас мы попросим Леонида коротко рассказать о себе, потому что я знаю, что Леонид уже 40 лет в профессии. Я тоже 40 с лишним лет в профессии. Поэтому ну собрались уже такие вот, ну очень-очень профессионалы. Я родился в город Краснодар. Район кожзавод. Юность мое детство прошло на этом районе. Район этот у нас был полностью из всех мастеров, потому что был кожзавод. Два кожзавода точнее. Меховая фабрика. В каждом дворе у нас жили люди, те, которые работали там, Ирина Михайловна. И каждый был таким мастером просто. Как называлась улица? Скорняжная. Я родился. И как же я не должен быть скорняком, понимаете? Ту информацию, которую я получил, Ирина Михайловна, от мастеров, это с позапрошлого века даже. Потому что мастера, бабушки, дедушки, которые занимались этим, это люди были того поколения. И то поколение очень любило красоту, мех, кожу. Они это делали своими руками. Они умели это преподнести, понимаете? И в своей жизни, ну, то есть у нас очень много, и обувь делали, и кожу выделывали, и куртки шили, и все, что угодно. Делали, ну, меховое кожаное. Но самое престижное считалось, это скорняжное дело, понимаете? И вот со временем, в процессе этой жизни, которую я провел на этом районе, я был во многих домах, мне принимали, ну, то есть, как бы у меня была возможность зайти практически в каждый дом. И мне заложили в жизни, чтобы я плохого не нес. Поэтому я несу радость людям, понимаете? И то, что я сейчас делаю, дай бог, чтобы это вам было интересно, и вы видели в этом красоту. И все то, что дополнило бы ваш силуэт, вашу форму, ну, все то внимание на мехе, которая есть, вот, это акцент. Леонид хочет сказать, что наш крой, наш великолепный крой, который мы тут все владеем в совершенстве кроем, очень хорошо дополнять, да? Конечно, конечно. Тот крой, который ваш есть, вот тут вы дополнили, вот очень прекрасные вещи. И вот на них мне хочется сделать, чтобы это было красиво, дополнить, украсить, акценты, то есть, как вот мы, карманы, там, воротнички, то есть, какие-то манжетики, понимаете? Это все будет подчеркивать уже саму основу, саму фигуру, вот на которой, которая у вас есть. Да, я хочу сказать, Леонид очень хорошо видит форму. Я купила себе норковую, такого брусничного цвета, двубортную, с таким пальтом, воротником, шубу. И на нем был такой манжет, вот такой большой, отложной, двойной. Громозкий. Громозкий. Леонид пришел, говорю, я говорю, надо как-то укоротить манжет. Ну, что значит укоротить манжет? Надо вообще его убрать. У вас будет как нормальное, современное пальто. Убрали этот манжет. И получилось пальто. И получилось прямо вот вообще шикарный образ. Не шуба, а пальто. Вот и разница в этом. Именно, кстати, то, что вы любите. Да, пальто я люблю, да. Это же ваш конек. И вот мы его как раз и сделали. Ну, я хочу сказать, шуба у меня какая-то магическая такая. Я везде, где в ней появляюсь, все там так рады меня видеть. Все мне двери открывают, все меня встречают, все меня провожают. Потому что она ваша. Да, ну, я думаю, что кого сейчас удивишь, натуральной шубой у всех все есть. Конечно, конечно. У вас всех множество шуб, и никого не удивишь. Но я потом подумала, может, это я? Не шуба. Может, это я в шубе такая магическая? Нет, вот как раз шуба цвет, который дополнил ваш цвет лица, ваше все сложенное, то, что для вас бог дал. И на этом еще вот вы надели мех. Вот я и подумала, может, это не шуба магическая. Может, это я такая магическая в этой шубе. Правильно. Ну, короче, хожу радость. Мы украсили, получается. Да, мы сделали несколько уроков, подготовили маленькие такие мини-курсы. Мы показали, как, в том числе мы показали, как укоротить рукава. Да, да, как подшить шубку. Да, давайте несколько слов скажем тем, у кого все-таки пока нет скорняжного оборудования. Ну, вы знаете, для того, чтобы заниматься скорняжным делом, лучше бы научиться работать на этой машинке. Потому что, когда я слышал мастеров старых, и подходя к машинке, он просто радостно и красиво говорил, ну, это же кормилица, понимаете. И вот, когда вы будете относиться к ней именно так, то вы научитесь на ней шить, понимаете. Потому что она это может, потому что вручную, что бы вы ни делали, это все равно будет не так красиво, понимаете. А когда вы пошьете на машинке, у вас будет и красота, вид. Потому что сами швы, развороты, там, заправка меха, то есть это зависит больше от машинки. Ну, я знаю, как бы у нас вот есть две скорняжки в ателье, и я знаю, как бы, что наши девочки без таких особых тренировок садились и шили. Ну, да, в принципе, потому что они хотели это, понимаете. И вот, когда ты хочешь, ты подходишь, и начинается. Наталья Ивановна, которые у нас просто портные, они как бы по ткани портные. Но когда надо было им садиться, они садились и шили, как-то справлялись, у них как-то получалось. Да, потому что в скорняжной машинке она не любит каких-то резких движений, каких-то дерганий в разные стороны. Нервов. Да, да, да. Здесь нервы не нужны вообще. Здесь нужно просто ровно поставить на определенном уровне. И потихонечку, нажав на педальку, чик-чик-чик-чик, и она шьется, мы их заправили. И радуетесь этому, понимаете. Вот когда человек подходит вот с таким настроением к этому делу, тогда и получаются красивые вещи, и вы шьете легко, понимаете. У вас ни иголки не ломаются, и машинка шьет, и радость приносит. То есть, так что полюбите ее. Да, я хочу еще добавить, что у нас очень много проектов впереди. Я хочу сказать, что вы не переживайте, что новые проекты у нас появляются вот так вот медленно на канале. Невозможно перестроиться, просто невозможно. Я столько видео снимаю сама. Теперь с нами еще раз в неделю снимается Миша, Михаил Черний, потому что, ну, как бы он очень высокого класса специалист. Конечно, мы выделили его время. И у него тоже хорошие просмотры. И людям тоже интересна мужская тема. И я хочу сказать, что мы все равно дойдем до того, что у нас больше будет меха, больше будет разных проектов. Очень мы большое внимание уделим тому, как взять потрепанную такую шубку, которая уже так поисклепалась в жизни. И мы ее приведем в порядок и сделаем. Какой дизайн добавлять, что менять и так далее. Конечно. Потому что у многих людей, у каждого человека, если, ну, по жизни, у него, естественно, есть какая-то вещь. И эта вещь, ну, может быть, еще там у подружек, у кого-то. И вот ее нужно, во-первых, ну, со временем. Она немножко подсохла там, не имеет того внешнего вида. Ну, я покажу вам уроки, когда можно будет их восстановить кожевую. Теперь, как правильно почистить мех. Я это покажу. И нанести рисунок уже на вещь. То есть, мы возьмем, разберем эту шубку, сделаем ее как полотно. И по новой с рисунком соберем. То есть, у нас получится новая вещь. То есть, новыми технологическими процессами мы ее украсим. То есть, и старый мех у нас получится новым. И в этом будет весь эффект. Да, у нас есть ученица Юлечка из Москвы. Она сказала, у меня столько этих шуб и моих, и маминых, и бабушкиных. И полная там кладовка этих шуб. У нас есть возможность, на чем мы это делаем. Да, 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 Юлечка, привет. Привет вам в Москве. Мы вот с Леонидом передаем вместе привет. И доберемся как-то до ваших шуб. Я думаю, что да. И будем делать. Если там не одна, значит, мы можем какие-то творческие решения, какие-то, мы можем принести и попробовать на этих вещах. У нас есть на чем попробовать. Так что, я думаю... Боже, какая шикарная жизнь нас ждет, девочки. Я рада очень, что Леонид с нами. И вообще, я рада тому, что мы стали более разнообразными. А как стать разнообразными, если изучать что-то новое? Но и никак, да? Конечно. Познаем что-то новое. Всегда у нас получается интерес. И мы видим в этом уже новые какие-то для ткани, новые решения. Потому что на них можно нашить мех. На них можно как бы украсить еще, добавить вещи. Красоту именно на этой вещи уже дополнить мехом. Понимаете, это будет очень интересно. Ну да, мне нравятся некоторые вещи итальянские, когда вот... Или на рукаве вот так полоски какие-то нашиты. Конечно, конечно. Вот на Ладен я видела прямо такие тут полосочки меха. Вот такой участок на рукаве. Рукавчик такой широкенький. Очень красиво. То есть это не для тепла. А это получается для украшения. Нет, это для форса, конечно, какое тут тепло. И вот за счет этого, то, что мы будем его украшать, то есть ткань, мы можем украсить ткань. Ну, украсить ткань мехом. Ну, красивая ткань, еще украшенная мехом, то это получится уже вообще интересно. Я думаю, что мы будем более разнообразными. А уроки от Леонида нам в этом помогут. Ну, потому что мы поиспользуем-то не свежий мех, а мы возьмем те вещи старенькие, которые есть, и постараемся из них сделать новое. И одновременно мы учимся, понимаете? Технологическим решениям каким-то. То есть мы познаем уже, как в дальнейшем можно работать с мехом. Да, все это хорошо, только я хочу вернуться к проблеме с корняжной машиной. Ну, не к проблеме с корняжной машиной, а поговорить о ней. Я в своей практике, не заморачиваясь, иногда делала себе что-нибудь такое интересное просто на прямострочной машине. У меня есть видео на канале, я разрезала просто енота на полоски и вот так его настрачивала на ткань. Тоже же это можно сделать, да? Да, на прямострочной машинке есть определенные процессы работы, которые можно выполнять. И есть, которые можно выполнять на скорняжной. Кому что понравится, он выберет себе. И все. Как бы что-то все равно можно делать на прямострочной машине. Конечно, такие лицевые, вот там в шубе, конечно, нельзя. Нет, нет. Ну, какие-то полоски, меха настрачивать на что-то можно же, да? Конечно, конечно. То есть есть технологические... И также подгибку низа вот мы делали тут с девочками. Раз, там пришиваешь, там к одному миллиметру ленту готовую, отворачиваешь и делаешь подгибку низа. Это как бы тоже мы делали на прямострочной. Это просто у каждого есть свое умение. Вот и кто-то может на скорняжке, а кто-то может это делать и на прямострочной. Ну, нет скорняжки у человека. Но я в свое время давно, когда еще у меня не было скорняжки, я все делала вручную. Я переделывала целую шубу, мне надо было зарабатывать, выживать. Я переделывала целую шубу, я все делала вручную. Да, сегодня Леонид пришел и сказал, вручную это некрасиво. А я всегда думала, боже, как я красиво все делаю. Не, ну, как бы сказать, красивее, естественно, что получится на машинке. Естественно, можно и вручную пошить, это не проблема, в принципе. Но вы не можете настолько четко сделать шов, как сделает скорняжная машинка. Точно так же, как вашу вещь взять и пошить вручную. Ну, к примеру, ткань, она что же не будет четко, понимаете? Так же и скорняжная машинка, соответственно. Поэтому, ну, в принципе, каждый человек выбирает сам, что ему нравится. Ну, да, во-первых, теперь это не самый дорогой технический скорняжную машину. Можно купить весьма себе недорого. Да, ну, и в принципе, как бы сказать, научиться на ней шить, это просто нужно иметь желание, понимаете? И понимать, как ей пользоваться. Да, я же сказала, наши девочки садятся и шутят. Наташа, Наталья Ивановна, они сели, вот там девчонки сидят, уже строчат, прям как заядлые скорняки. Они вообще не мастера помеху. Я обращал внимание, вот именно посмотрел, как вот Наталья Ивановна. Она спокойно села, ровненько выставила, не дергаясь, ничего. Нажала на педали потихонечку, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, и пошла, и пошла, и пошла, и все. Да, я смотрю тоже, мои девчонки, они как бы это, ну, наши-то могут все, конечно. Конечно, конечно. Я видел работы, общаюсь уже много времени с вами, поэтому, естественно, и девушек всех же знаю, соответственно. Поэтому я понимаю, что они могут и как они могут. Поэтому неприятно общаться с ними, потому что я прихожу, я общаюсь по своей теме, мы понимаем друг друга. Это, ну, вы понимаете, о чем я говорю, потому что творческие люди всегда находят общение. Да, а творческий человек, когда общается с творческим человеком, он как бы лучше понимает друг друга, чем с нетворческими. Конечно. Они будут на тебя смотреть и думать, о чем речь вообще. Да, во-первых, вы понимаете, когда вы общаетесь с теми людьми, которые вас понимают, и у вас получается, вы даете, и вам даются в ответ. А когда человек не понимает, о чем вы говорите, он смотрит на вас и думает, о чем ты вообще рассказываешь, понимаете? И поэтому я считаю, что по жизни нужно общаться с теми людьми, Которые понимают тебя Вот о чем И будем общаться с профессионалами Ну что мы очень много наговорили с Леонидом Наша чашечка кофе Немножко затянулась Потому что мы хотим вам показать Не только мое кофе с Ришей А мы хотим показывать вам новых авторов Интересных людей Я думаю что впереди нас ждут знакомства Еще с интересными людьми Они у нас появились, уже есть у нас такие люди Которых мы хотели бы вам показать Ждите На этом мы с вами прощаемся Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях Подписывайтесь на наш канал Смотрите наши уроки, приобретайте наши курсы Всего хорошего С вами были мы Паук Штрин Михайловна и Леонид